Приветствую, друзья! Вот мой друг Акбар, как раз таки он пришёл за книжкой, потому что он же является соавтором книжки, и не одной, а двух, а вот это последняя наша книжка, где есть его имя и фамилия. Акбар, скажи, пожалуйста, как тебе правильно, у тебя двойное имя, скажи, да, скажи. Акбар Михаил, правильно. Да, да, вот. Я уже в одном из роликов рассказывал, с касаемо тоже деланное видео. А вот теперь вы посмотрите, что мне принёс Акбар. Я ему книжку сейчас, потому что она у него в электронном виде, а я ему сейчас подпишу в таком виде бумажном, который у меня есть, потому что в этой книжке одновременно у нас и картины. И меня всё время раньше издатели убеждали, что нельзя в книгах делать такой борщ, винегрет, у меня там и картины, и стихи, и всякие новеллы в книгах. А я всё время говорю, что так надо, потому что кроме методических приёмов и философии, что человек творец, надо же показать хоть какой-то вкладке, в тетрадке, что ты на самом деле, то, что ты говоришь, что это оправдано, что ты междисциплинарник. А научные открытия и изобретения делаются на стыке дисциплин, на стыке наук. Не просто так из головы происходит. И поэтому в этой книжке есть как раз и бумажном виде, и картины. И поэтому теперь, наконец, мне легче убеждать издателей, потому что прошли годы, и теперь они начинают понимать, что да, действительно, лицо автора должно быть представлено с разных сторон. Ну ладно. Давайте картины. Второй вопрос. Да, Агбар. Дело в том, что мы дружим с Агбаром и с его мамой, а она художник, она художник, очень сильный художник, она же училась... У ученика, ученика Валентина Серова. Во, во, ученика, ученика Валентина Серова училась. И она мне подсказала, она говорит, у меня не было цвета добавить, чтобы свечу сделать правильно, и она мне добавила, она сказала, слушай-то как, говорит, хорошая картина. И она, ради Бога, не трогайте вот эту, говорит, часть. Она сразу сказала, что это, говорит, такая, получилась хорошая часть, необыкновенная, и не трогайте глаза. И она меня так поддержала, и поэтому я не трогал эту часть, ни капельки. А вот красок у меня не было, свечу заделать, она мне в подарок прислала с Агбаром краски, за что я очень сердечно благодарен. Если вы заметили, с прошлого раза у Александра Галиновича была другая здесь прическа, и вот как он чуть-чуть добавил здесь цвета, свечку, и как... Наташа, покажи краски, покажи. Слушайте, что может быть для художника, да, это сильные краски, это итальянские, да, итальянские? Английские. Английские краски. Это акрил, это настоящий, это такой потрясающий акрил, ну, который, можно сказать, сам рисует. Я шучу. Не, ну для художника что может быть дороже, чем инструмент, да, ну, естественно, естественно. А дело в том, что брат тоже рисует, да, тоже рисует. А давай покажем, что мы еще доделали сегодня, эту картину. Сегодня мы доделали еще одну картину. Вот она, влюбленный, влюбленный, там машет ручкой, розочки, там пришел до свидания, глаза влюбленного, видите какие влюбленные. Вот, окажем, мы влюблены и в свою работу, и в своих детей, и в своих мужей, и в своих жен, и в своих друзей. За любовь, друзья! Спасибо тебе, брат. Спасибо вам. До встречи. До встречи.